всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал что он хочу сегодня рассказать кто смотрит мои видео те наверно помнят что я связала куклу для милек и потом хотела сшить для нее платье но даже купила ткань раскроила ее с металла и осталось только все это сшить прострочить но салу гали сломалась машинка сломалась швейная машинка сшить я ничего не могу в общем расстроилась я расстроилась галя ну я бы не сказала что галя прям там день и ночь на машинке строчить но она в общем-то довольно часто ремонтируют какие-то вещи для своих внучатых племянников там что-то подшивает что-то ушивает она вообще такая рукодельница большая сейчас она вяжет подследники следочки такое слово следочки она вяжет ночью короче она постоянно чем-то занята и машинка и швейна необходимо я тут подумала-подумала подумала-подумала еще раз подумала и решила подарить ей швейную машинку заказала у меня у самой швейная машинка есть сейчас я ее отвезла в турцию кстати многие у меня спрашивали как я ее туда доставил бы никак просто взяла в чемодан положил вокруг там всяких тряпочек напихал ну одежды какой-то вот и футболочки там ну что-то такое и за нас покойно доехала у меня до турции без всяких проблем мне мою машинку подарили на день рождения ну как подарили спросили что я хочу сказала что хочу швейную машинку в несколько выбирай и мы тебе ее подарим очень я долго-долго выбирала читала там кучу сайтов отзывов всего-всего и в итоге выбрала себе машинку то которая мне нужна и вы знаете что я вот то довольно часто шью платье для кукол которые вяжут таня и вот я там сама тоже эти платья шью вот поэтому и в этот раз я не стала искать какие-то новые модели для себя и и решилась модели машин я имею ввиду и решила вы бренда не модели бренда вот и решила что я остановлюсь на том же бренде который я выбрала и прошлый раз и перелопать в кучу информации ближе к делу короче машинка у меня жаном не помню какая модель там какие-то циферки и галя тоже купила за но это же не помню какие циферки доставка была озоном заказывала на озоне кстати эту машинку тоже на зоне заказывал на самом деле озон он у него товар ну такой цена товара достаточно прилично я имею ввиду не очень дорогая но она возможно на дороже чем там на других сайтах вот я там смотрела еще какие-то которые занимаются продажей специализируются на продаже именно швейных машин оверлоков но в общем всего такого там каких-то визуальных машин у них цена действительно дешевле примерно на тысячу но при этом у них платная доставка и я посчитала что тошно тоже выйдет те же самые деньги чтобы доставить к нам сюда в подмосковье и вот вы знаете что хотела немножко про доставку поговорить что самое удивительное мы находимся в московской области то есть наш поселок находится в московской области по москве в пределах мкат они тоже так обговаривают интересно по москве в пределах доставка бесплатная замкат там значит за километр но самое интересное что наш поселок находится по моему 52 или 53 километр киевского шоссе а за нами где-то примерно на пятьдесят девятом шестидесятом километре киевской дороги за нами тоже находится москва новая москва так называемый то есть получается что за к нам ввести что к ним ввести все равно платить за доставку хоть там москва у нас область ну не в этом дело короче говоря я бы решила что я буду заказывать все-таки машинку на озоне я ее вчера заказала а сегодня ее уже доставили ну доставили пункт выдачи я сделал так специальному они могли мог курьера привести до бесплатно и в прям квартиру но я специально сделала доставку в пункт выдачи потому что я не знала где мы будем находиться днем у нас были там кое-какие планы и сидеть караулить этого курьера дома не хотелось ну именно сегодня вот поэтому машинку доставили пункт выдачи сережа галин сын младший сходил ее принес и вон она красавица стоит в комнате дожидается галю где галя галя на службе галя у нас нянчит племянников внучатых и вот ведь уже за моей спиной ночь поселок весь в ночи темный а гайван школа там огни светятся а галя на службе потому что ее сестра и ее племянница работают до восьми пока они там доедут дойдут в общем это будет уже девятый час и галю мы будем ждать уже гораздо позже сейчас я вам покажу коробочку машинки поздно и рассмотрим еще сама и не смотрела вот а когда придет галя мы ее распакуем посмотрим как она выглядит внутри я вам покажу обязательно и что еще и наверное я все-таки попрошусь галя на ее новую машинку дошить платье куклы для милет и надеюсь что кукла голенькой и поедет а поедет все-таки в платье все с машинкой будет хорошо потому что я всегда боюсь что ну мало ли там какие-то ну что-то там сломано окажется ли брак или еще что-то такое ну всегда опасаешься когда покупаешь какую-то вещь тебя опасаешься что она там будет недостаточно хорошего качества ну пойдемте посмотрим на машинку а потом когда придет галя посмотрим уже на распаковку вот такая вот машинка коробочка на табуреточки стоит фирма жаном а марка у неё с юизи до увезли из мытищ выдача селятина так что тут еще у нее есть но тут как обычно ником давать называется ну да кроме коробочки я вам еще и показать ничего не могу потому что ничего интересного здесь нет в этой коробочке ну и придется нам ждать галю когда галя придет и тогда займемся распаковкой и увидим эту красотку это будет новая подружка галя вместо меня когда я уеду она будет дружить с ней вчера вечером мы так и не смогли распаковать машинку швейную потому что галя пришла поздно уставшие и мы перенесли это все на на сегодняшнее утро пойдем сейчас займемся распаковкой и познакомим галю с ее новой подружкой галь привет 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 ну ты знаешь что я скоро уезжаю да знаю а ты знаешь что я придумала я придумала оставить вместо себя другую подружку тебе я тебе подружку да вот так что знакомься это твоя новая подружка ой ленусь но тут прям вообще да не уши не ну чтоб ты долгими зимними вечерами в ожидании поездки в турцию не скучала сядешь за машинку и такая на педальку нажала и погнала там строчить ну может ты же у нас шьешь я тебе оставлю наполнитель да там у меня осталось от кукол вот будешь шить вот либо вам попробуем с тобой куколку шить который мы вот тут недавно купили ну куклу для шитья вот можешь подушки шить и подушки конечно ты же вышиваешь вот это не подарила подушечку с вышивкой мы ей пользуемся у меня сколько но у меня не теперь в деревню уехали жить а таниной подушечкой мы пользуемся сошьешь подушечку туда свою вышивку душем у тебя прям простор для люка рукоделия это я тебе только подсказала ну чё будешь скрывать или в коробочке нет как смысле ну поцелуешь меня покрепче и не один раз до засос тогда тогда в засос ну давай уже открывать мне чем мы ели выковырили из этой коробки так ну давай что тут есть вот здесь у нас а педалька давай саму красотку то вау слушай такая ну что вообще ну давай посмотрим что у нее тут есть операции операции а почему-то часть красненьким а часть черненьким на этой ну и из двух лишь указано значит как его цифра это в нее буква тоже буква да на это на это 1 2 3 короче говоря гальтере имеется инструкция давай не будем угадай ку играть возьмем инструкцию позорим нет я хочу тут сначала посмотреть тут какой челнок то челнок так вертикальный да у вас вертикальный ну-ка доставай его ну ты знаешь он как плавающий я не знаю как постучи тут разметка да на платформе на это между расстоянием по этим и разметка тут идет вправо-влево это наверное это ширина строчки слушай хорошо что у нее вот этот вот штучка снимается вот это ну да ставь ее обратно рукав да это челнок поставим обратно ну давай ну ничего так тут внутри еще вон запчасти галь вот сюда вот положи что это понятия не имею это к этой ну к этой лапка шпулечки у тебя весь запасные эти еще ну все стандартные лапки да мы почитаем потом давай посмотрим на инструкцию вот тут еще целая инструкция будешь изучать ну когда приступим к опробованию я думаю начнем с того что я какую-нибудь эту платьишко ты мне даже дошить конечно но сейчас потренируемся что у нас видишь как лапку меняют или что тут такой подставляют ну в общем вот видишь не только будешь шить но еще изучать инструкцию мое отсутствие выяснилось что машинка сделана в таиланде но это не неплохо это хорошо что она в таиланде сделано хорошо когда таиланд малайзия а не какие-нибудь там китае короче не в китае галя ой ты счастлива очень ну что галина сергеевна изучила инструкцию ой почитала но ничего страшного тут сейчас еще потренируешься маленькой и как начнешь шить как начнешь не ну тебе ж не надо там какие-то там платья или еще что-то такое тебе что для домашнего обихода я напомнишь шили и халаты себе шили потому что никуда это было я помню про постельное белье шили постоянно и постельное белье шили я даже юрке куртку и своего пальто делал перепели перелицевала ну а чё делать нет я сшила еще когда в школе училась нас учили у нас были курсы домоводство они назывались там и шить учили и еще есть готовить что-то такую то они тоже были курсы кстати сказать она уже когда училась ну там что такое простенькое халатики там ночнушечки там чего-то лапа шли фартук шили что-то еще фартуки шили юбки юбки рома юбку шили запах и ночные рубашки ну да 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 что вот такое ну было время ну было время я и себе все в десятом на накладе там 9 10 класса ли поделилась восьмого я себя все платье шила самое трудно было ткань найти подходящую пташу вообще ничего не было вот в том-то и дело когда ничего не было знаешь что выходили из-за всего я говорю и как его шили покупали вот это значит материал сатин сити знаешь покупали и постельные белье шили халаты себе шили а помнишь у нас еще тогда привезли в наш поселок китайский материал такой красиво что иначе было такое время мы это на метраж там все набрали на что платье шел то халаты и пол поселка в одинаково не я не помню такой я я знаю что ну знаю и помню мама моя когда с папой еще в алжире работали они оттуда привозили ткани вот они такие все яркие сочные причем они не линяли совершенно вот и китайская ткани на на него не линяла и она сочная из них шила себе юбки и халаты сарафаны какие-то и что там она привезла тогда очень много метров у меня из одной ткани там куча барахла всякого было юбка была и платье было и сарафаны все из одинакового ткань красивая конечно было но сейчас выбор большой но на сайте в поселке нету магазина ткани и вообще от слова совсем ничего нет вот поэтому что если что-то шить то надо заказывать централизованным да у нас прям отдел был ткани было был ткани там вся это вся ткани было и выбор было это неплохое все а сейчас все убрали галячас смысл никто ничего не шьет идут и готовые покупают ну правильно в принципе ну вот это вот если только любитель там что-то там подшить подстрочить или те кто занимается этим профессионально ладно давай я пойду изучать инструкцию ты можешь что-то пообнимать немножко будет тебе умеет вместо меня долгими вечерами скрашивать твое одиночество надо как раз еще это материал остался еще это за давних это времен что вы ждете а посмотрю но хотел сказать похвастаешься нам потом думаю ну я же уеду вон пишут что давай изучаю как снимать снимайте видео с сережкой присылай мне я буду тут публиковать на своем канале или за или лучшую вообще свой канал не будешь свой канал будешь звездой ютуба не будешь не ладно все давай уже будем прощаться дружи дружи с моей новой подружкой я тебя целую через камеру а то скажет вот даже не поблагодарили друг друга все давай пока пока пока